И здравствуйте, здравствуйте! Это канал Максимадзе. И сегодня мы снова с вами порассуждаем в игре под названием Will You Press The Button? Или в переводе на русской. Будете ли вы нажимать кнопкой? Шторы немножко поправил. Короче говоря, начнем сразу с дилемм, которую присылали подписчики в комментах под предыдущим выпуском. Значит, первое. Что у нас тут? Моя большая дилемма с подробным описанием. Ну, давайте попробуем уникнуть. У тебя появляется возможность путешествовать в прошлое. В любом месте, где ты когда-либо был, но не в том месте, где ты из прошлого на тот момент находился. Немножко недопонимаю. То есть я могу в любом месте, когда я был, но не конкретно там, где находился в данный момент. Не совсем понятно, но давайте дальше читать. Также важно, чтобы твое появление никто не увидел. В любое время, но не раньше твоего дня рождения. А, ну, ну да. Время нахождения в твоем прошлом не ограничено. Ограничений на количество путешествий нет. При перемещении во времени ты остаешься в нынешнем возрасте, а не в возрасте, который был на тот момент. Все вещи, за исключением одежды, исчезают. В настоящее время замораживается до тех пор, пока ты не вернешься назад. Находясь в прошлом, ты не заменяешь себя из прошлого, который был на тот момент. Он продолжает выполнять свой сценарий, как ни в чем не бывало. Ты можешь изменить прошлое, делая в нем все, что угодно, и вернуться в настоящее, посмотреть, как не разменился себя настоящего. Если ты вернулся назад, а эти пять минут уже прошли, то есть наступил настоящее, то ты перемещаешься в тело из себя прошлого, пока ты в прошлом уходить еще в прошлое нельзя. Сначала нужно вернуться в настоящее. Если ты из прошлого увидит тебя настоящим любым способом, фотографиями, видео ли вживую, или он узнает о том, что он из будущего путешествует в настоящее, чтобы все изменить, узнать он может и от других людей, блин, ну что-то слишком, может, ты подробно описал, я даже не до конца все понимаю. Могли видеть вас одновременно, или ты уже рассказал кому-нибудь, то происходит парадокс настоящий, которого ты на тот момент уходил в прошлое, меняется в мир, в котором тебя в истории никогда не существовало, то есть тебя, твоего канала и все, что произошло благодаря тебе, не знают. А, короче, тебя никто не знает при перемещении в мир, у тебя есть задание доказать всем своим близким, что ты вправду их родственник, который сделал парадокс путешествия во времени. У тебя ровно 24 часа, чтобы убедить их в этом, если тебе не поверили, то мир возвращается назад 4 часа назад, а ты исчезаешь на этот момент безвозвратно и окончательно. Если ты не вправду смог доказать, что ты перемещаешься в истинное настоящее на том моменте, когда путешествовал в прошлое, с этого момента жизнь происходит, как обычно, твоя попытка изменить прошлое удаляется, ты помнишь, все навлечаешься в возможности и дневного времени навсегда. И различные случаи. Если ты согласился, нажал кнопку, но в будущем ты вернулся в прошлое и предотвратил нажатие кнопки, то ты, который из настоящего исчезает, но тот, который из прошлого продолжает жить своей жизнью. Если в случае парадокса благодаря тебе когда-либо выжили все твои родственники, но в данном случае нет, ты не можешь ничего изменить. Если во время нахождения в прошлом ты из прошлого погибаешь, то происходит тот же самый парадокс, что если бы тебя заметил. Так, если ты изменил настоящее и захотел вернуться снова в прошлое, ровно в тот момент, что все исправить, то в том помежутке времени находился тот самый ты, когда путешествовал в прошлое, чтобы изменить настоящее. Он тоже должен увидеть тебя, как изменить прошлое, уже сложная проблема. Короче говоря, пожалуйста, попроще, попроще дилеммы пишите, это слишком какое-то сложное. Ну, исходя из того, что я и то не до конца все понял точно, но, наверное, если такие парадоксы могут быть, то лучше я откажусь, наверное. Да и к тому же, если то, что тебя, так сказать, предлагают подписать, но ты не знаешь чего, не подписывай, не надо. Следующее, что у нас. Так, Андрей Матросов у нас. Время дилемм 5. Дилемма 1. Ты владеешь отличными навыками монтажера, и ты можешь смонтировать любой фильм, сериал или ролик из интернета на высоком уровне. Но у тебя плохие навыки актера, и ты постоянно запинаешься и забываешь слова. Ну, но с другой стороны, в принципе, владеть навыками монтажера и смонтировать любой фильм и получать за это хорошие деньги, то это может быть даже полезнее, чем быть актером. Тем более, навыки монтажера мне, наверное, даже нужны будут больше, чем навыки актера в действии канала Максимаза. Так что тут я, наверное, скажу, да, я согласен. Хотя, на самом деле, я всегда мечтал стать актером. Хотя бы актером озвучки в мультфильмах. Дилемма 2. Ты имеешь самую большую елку и красивые украшения, но ты не можешь приобрести гирлянду. Ну, не знаю, в принципе, у меня и так своей елки хватало. У нас хорошая была елка вполне. Вполне хорошая елка. Можно елку эту найти у меня в страничке ВКонтакте, там фотки есть. Хорошая елка вполне, я не нуждаюсь ни в чем более. Поэтому я скажу нет. Да и без гирлянды атмосфера, они все равно будут не очень-то как-то та. Особенно, когда свет будет выключен. Ты можешь попасть во вселенную любимой игры и жить там, выбирать, каким персонажем ты быть хочешь. Вот это было бы интересно. Но чтобы вернуться обратно в свой мир, тебе нужно сделать какой-то плохой поступок. Ну, в принципе, делать плохой поступок не очень, конечно, хорошо. Но еще возникает вопрос. А могу ли я еще раз потом попасть во вселенную или не смогу? Так, в принципе, это довольно интересно. Почему бы нет? Давайте скажем, да. Но все же, стоило уточнить. Могу ли я потом вернуться еще раз? И нужно ли мне, и если можно будет, насколько серьезно мне придется в этом заглаживать этот плохой поступок? Дилемма 4. У тебя есть возможности менять мир по своему желанию. Но есть вероятность того, что при изменении реальности может произойти что-то плохое и случится пространство временной континуум. Ну, нужен подход к этому. К этому нужен именно подход. Четко все надо просматривать, просчитывать. И если все будешь правильно делать, то все будет в порядке. Так что можно сказать, да, согласен. Надо четко просто предусматривать все, а и думать о последствиях. Дилемма 5. Ты можешь пускать фейерверки без страха, что может что-то сгореть, или ты можешь пострадать. Но у тебя болят глаза, когда ты смотришь на ярко светящуюся гриллянду. Нет. Нет. В принципе, мне вполне хватает фейерверков, которые запускают и другие. А если уж и хотим, можно просто сходить в магазин и купить фейерверков. Но извините, на гирлянду мне смотреть нужно все-таки Новый год. Так что скажу нет, отказываюсь. Моя дилемма. Ты станешь популярным ютубером с миллионами подписчиков. Но ты можешь записать видео с участием Ивана Зола. А я не знаю, кто такой Иван Зола. Дайте-ка я загуглю сейчас. Сейчас. Ну-ка, кто такой Иван Зола? Я не знаю, кто такой Иван Зола вообще. Иван Зола. Иван Зола. Российский блогер успешно развивается в пространственных соцсетях. Что за болезнью Ивана Зола, что не так? Ну не знаю, если я запишу... Если меня одно видео просят записать, и при этом как бы популярность от этого видео будет положительной, то почему бы нет, согласен. Так, все, дилеммы тут закончились. Вроде как. Переходим уже к игре. Так, в общем, включаем переводчик и поехали. На каждый прием пищи вы можете съесть свой любимый продукт, но вы также должны съесть свой самый нелюбимый продукт. Да, да, нет уж. Извините, но нелюбимый продукт... Я съедаю свой любимый продукт, например, пиццу, пепперони там. Я должен съесть еще нелюбимый продукт, который мне просто кайф весь пообломает. Давайте-ка я лучше нажму нет. Как-то я не знаю. Ну кайф просто обломает весь этот продукт. Не буду, что это будет за завтрак такой. Съесть пиццу, но потом еще съесть, например, сыр с плесенью. Вы можете решить проблему голода в мире, покончить с необходимостью вооружии и насилии, продлевать свою жизнь на 30 лет. Но только в том случае, если 99% или более нажимают кнопку, потеряете ли вы свою выгоду, чтобы навредить шансам всех остальных? Давайте комментарий прочтем. Конечно, люди, которые не нажали кнопку, являются самыми большими троллями на земле. Вы бы в буквальном смысле решить все мировые проблемы и заставить себя жить дольше. Вы хулиган, у вас одна работа людей. Ну я не знаю, 99% людей это слишком много, шансы очень невелики. Давайте-ка я лучше рисковать не буду. Хотя, хотя в принципе можно было нажать. Но просто, я просто не совсем понял, как бы в чем тут. Вот, если я нажму кнопку, но 99% людей не нажмут кнопку, или просто ничего не изменится. Если ничего не изменится, просто тут никаких посвященней, то можно нажать. Тогда все, отменяем, нажимаем кнопку тогда. Там написано, что произойдет просто это только в том случае, если 99% людей согласятся нажать кнопку. Каждый год в свой день рождения вы получаете 5 миллионов долларов. Но ты никогда не сможешь заниматься сексом. Ну это я не знаю, мы много раз обсуждали на эту тему. Дело в том, что как минимум без секса не заведешь детей. Дети это святое, дети это радость. Так что, это подходит только для тех, у кого уже есть дети, и им больше детей не надо. Они и так счастливы, и все. Но, я думаю, ко мне это пока что, по крайней мере, не относится. Я нажму нет. Вот, 50 на 50. 50% видимо уже есть дети, у них счастье, здоровье и так далее. А у остальных нет еще. Все игроки на консолях признают, что ПК это гонка мастеров. Но игроки на консоли до сих пор будут придираться этому. Я не совсем что-то понял этот вопрос вообще. Кому какое дело. Я знаю, что вы все будете ненавидеть меня за это, но на самом деле я люблю и консоли, и ПК. Да, то есть тут, короче, считай, одни люди, короче, блин, можете показать английский, я чуть не совсем понял. Мастер Рейсон, короче, я так понимаю, они признают, что ПК это все-таки лучший такой, чем консоль, насколько я понимаю. Плохое слово написано было. Но игроки на консолях будут придираться этому. То есть им будет не нравиться, что им это, что компьютер лучше, чем консоли, что ли? Ну как-то я не знаю. Тут очень сложно какой-то вопрос, я даже не знаю, что ответить. Давайте я нажму вот сюда, просто пропустим вопрос. Если хотите, я сами ответьте на этот вопрос в комментариях. Вы всегда пахнете мятой перечной. Мята перечная обладает свойствами, да, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, отпугивать насекомых, потому что они ненавидят запах. Но зато для людей аромат приятный. Но нельзя контактировать с домашними животными. А как я могу без домашних животных? Я люблю котиков, я люблю собак, которые любят меня. Извините, я не могу. Нет, я не могу, извините. Перетерплю я комаров и насекомых, пожалуй. Уже почти 20 лет как живу на этой земле. Я очень люблю котиков. Этот черный котик Мурзик, которого вы можете найти у меня на странице ВКонтакте и на влоговом канале. Хороший друг у меня, хороший такой друг был. Любил я его. Жаль только, что его уже с нами нет. Куда-то пошел гулять, не вернулся, удрал куда-то. Не знаю, где он. Надеюсь, он хотя бы жив. Его уже нету месяца три, наверное. Мир получает экспоненциально большие достижения в области технологии. Вот это слово, я такого не слышал никогда. Но произойдет атака астероида более масштабной, чем массовое вымирание динозавров. Господи. Ну, вымирание человечества. Вот реально. Мир получения больших достижений в области технологии вообще совершенно не стоит того, чтобы потом обрести целый мир на вымирание. Ну, конечно. То есть 46% это те самые скоты, которые готовы показать мир в области технологии. Но при этом, пускай человечество вымрет, 10 человек только, 10 тысяч человек только выживут. Почему бы нам не сделать лазер или защитный экран, которые могут спасти Землю? Вот это, кстати, да, в принципе, логичный ответ. Но на всякий случай мы не рискнем. Ваша мать неизлечим больная, умрет в течение в ближайшем месяце. Но вы можете спасти ее, пожертвовать жизнью своего отца. Я вообще надеюсь, что я с таким выбором никогда в жизни не столкнусь. И не будет у меня ничего подобного. И моя мама совершенно здорова, и все у меня здоровы вполне. Так что пропускаем этот вопрос. Я просто нажимаю сюда. Это вообще вопрос никакого отношения ко мне не имеет. Если у кого-то такое есть, то очень сильно сочувствую. Надеюсь, ни у кого этого нет. У вас IQ 180, и вы можете понимать сложные уравнения и идей. Например, квантовая механика или как построить технологию. Но вы не можете понять простые уравнения и идей. Например, какой-то тоже глупый вопрос. Я его тоже... Господи, я... Нет, я пропускать не буду. Просто нажму нет. Но это какой-то глупый вопрос совершенно. Это просто глупый какой-то. Ну как можно... Ну с какой стати можно потом не понимать простые уравнения. Дважды два, блин. Никакого смысла в этом нету совершенно. Вот абсолютно никакого смысла в этом нет. Самим просто навыки надо развивать в уравнениях, и все. Вы получаете возможность мгновенно и безошибочно телепортироваться в любую точку мира. Но каждый раз, когда вы используете энергию, продолжительность вашей жизни снижается на 7 дней. Но... А я много... Я уже в который раз задаюсь этим вопросом у этой игры. А с какой стати игра вообще знает, сколько я проживу? Не может же это зависеть исключительно от времени. Может зависеть от вообще какого-то происходящего события и так далее. Какого-то случая, обстоятельства. Так что с какой стати он вообще может это знать? Ничего ты... Ничего ты игра знать не можешь. Или... Вернее человек, который это написал. В этот вопрос. Тут же я напоминаю, каждый может в своей дилемме предлагать собственно что-то, что и я тоже делаю. Так. Мгновенно и безошибочно. Да, блин. Ну с какой стати игра вообще знает, сколько я проживу? На 7 дней. Ну... Может быть, в принципе, если уж на то пошло, я просто не буду слишком часто это использовать. Но несколько раз, там раза два-три пригодится, может запросто. Я нажму кнопку, я согласен. Так, ладно. Тикток запретили во всех странах мира. Но все кринжовые тиктокеры теперь публикуют контент на ваших любимых платформах. Да там не пофигу, если честно, на тикток я им не пользуюсь. Ну да, я согласен. Тиктока очень-очень много поклонников, пользователей. Которые по-любому будут еще и среди моих зрителей. Но, с другой стороны, на моих любимых платформах, на ютубе шортсы есть. Пусть там публикуют свой контент. Мне даже проще будет вот так смотреть. Ну я согласен. Я очень сильно согласен. Ну да, многие будут... Согласен именно я. Именно я согласен, потому что я не пользуюсь тиктоком. Я пользуюсь ютубом. Мы, в принципе, до видеохостингами другими-то и не пользуюсь особо. Ну да, я знаю, меня тут многие не поддержат. Много пользователей. У тиктока пользователей очень много. Ой, господи. Так, ладно. У вас есть возможность убить любого, кого заходите. И это сойдет вам с рук. Но когда вы умрете, вы будете в полном сознании до конца вечности. Вот в Звездных Войнах было что-то подобное. Когда, короче говоря, учителя Бивана Кеноби, Квайгон Джин, там после смерти смог, короче, после своей смерти сохранить свое сознание и появляться в качестве духа. Правда, в оригинальных фильмах этого не было. Но об этом упоминает Йода. Мог появляться в качестве призрака. А также в оригинальной трилогии Звездных Войн Оби-Ван, Оби-Ван, Кеноби и Йода появлялись после своей смерти в виде призраков. Ну то есть в полном сознании до конца вечности это получается, что по сути мы как бы существуем в виде призраков и мы можем наблюдать за миром. В принципе, я согласен, но при этом я вроде бы не хочу убивать кого-то, кого захочу. Я, пожалуй, нажму. В принципе, во всяком случае, вот эта способность была бы, возможно, интересна. Я мог бы наблюдать за тем, как мои потомки будут расти. Но вопрос спорный, я согласен. Следующее. Вы получаете неограниченное количество денег на всю жизнь, но вы должны найти кого-то и выйти за него замуж. И вы должны сделать это самостоятельно, без своих денег. Опять какой-то странный вопрос. Я должен найти какую-то любовь, я уж надеюсь, не парни, тут просто за кого-то. Ну кого-то, явно я любовь должен найти свою. Второе. Из противоположного пола, естественно, и выйти за нее замуж. Жениться, то есть на ней, ну тут просто так написано, ну тут просто написано так. Ну, а какие-то вообще без денег, а как я вообще могу сделать это без своих денег? Это вообще, это разве возможно вообще без денег это сделать? У родственников деньги просить? Потому что у меня есть неограниченное количество денег на всю жизнь. Давайте комменты посмотрим. Я думаю, я просто выйду замуж за человека, которого я люблю. Ну, наверное, девушка, наверное, пишет. Или просто английском там Мэри, Мэри, это как бы не выйти замуж, жениться там одинаково пишется. Мэри, которого я так люблю, как за нормального человека, не покупая его, как скучно. Ой, микрофон, микрофон задел. Если выйдешь за меня замуж на этой свадьбе, я дам тебе 20 тысяч миллионов долларов, чтобы ты немедленно развелся со мной. Ха-ха-ха, е-мое. Короче говоря, какой-то странный вопрос. То, что не знаешь, не подписывай. Нажимаю нет. Я просто, я просто недопонял вопрос. Опять же. Вы получаете кнопку, которая дает вам одну тысячу долларов при каждом нажатии. Но каждый раз, когда вы нажимаете, вам приходится заново переживать худшие воспоминания о своей жизни. Воспоминания. И просто, просто воспоминания. То есть, ничего конкретно нам с вами делать не придется. Просто у нас это будет как бы в голове. Мы вспомним какой-то плохой момент, неприятный. У меня таких в жизни было немало. Очень даже немало. Ну, зато я получу тысячу долларов за это. Так что я нажму. Ой, господи, я уже вспомнил, как меня жестко в школе травили. Особенно в девятом классе. Когда меня там, когда меня там, когда там, когда там одноклассница, она меня предала. И потом одноклассники меня еще подставили на стриме. Есть, есть об этом информация в фандом Вики по каналу Максимаза. Правда, она сейчас не функционирует. И там, я там прав, и оправки туда больше уносить не могу. Но, но там осталась эта информация. Резонансный эпизод. Вы получаете доступ к любимой музыке, которую хотите. Альбомы, синглы. И, возможно, даже частные концерты. Но вы встречаете свою любимую, но если вы встречаете свою любимую музыканта, вы говорите только вращение, когда пытаетесь вступить к ним в разговор. Ну, на самом деле, очень низковатая вероятность, что я его встречу реально. И я, и уж особенно, поговорить с ним, это очень маленький шанс. Скорее, тут, как бы, если я просто посещаю концерт с этим музыкантом, то, как бы, я не разговариваю с ним. Мы просто зрители, фанаты смотрим исполнение песен. Я бы, вот я бы с удовольствием бы посетил бы концерт таких исполнителей, как там ACD, Сиром, Рамштейн, не знаю, Ози Осборна. Недавно, еще 100, где-то год назад еще начал слушать такого певца, как Рони Джеймс Дива. Но, правда, светлая ему память, царство небесное, его уже как 14 лет нет, нет с нами. Так. Так что, в принципе, я, но, в принципе, я согласен. Потому что вероятность того, что я с ним буду встречу и поэту, возможно, с ним поговорить, вот, очень невелика. Уметь читать и писать на любом языке. Но никогда больше... Нет, нет, говорить это куда важнее. А уметь читать и писать на любом языке, это я и так, в принципе, могу, используя переводчик. Так что я даже обсуждать это особо не буду. Дальше. Ты будешь нужен всем, но ты сможешь только шептать. Опять, опять же, вопрос, как бы, с предыдущим, с отклонением, с предыдущего вопроса таким, который ограничивает меня, в принципе, мою жизнь. Тут ограничение большое вводит. Мне надо говорить, я же не смогу вести, вот, даже канал перед вами, просто шептаю. Вот, смотрите. Я не могу на это согласиться, потому что это какой-то дебилый вопрос. Я нажму просто, нет, и все. Не знаю, хорошо ли вы меня расслышали, но в любом случае, если я буду постоянно шептать видео, кто меня будет смотреть? Да никто. А, шепчутся все очень громко? Ну, давайте попробуем. Я пытаюсь шептать очень громко, но я все равно не уверен, что меня могут услышать. О, как я офигел, да тут вообще, я не могу так свой канал вести, да не могу я, меня никто не будет смотреть. О, да. Такая вот херня, я не могу это делать. Просто не могу, я нажимаю нет, и все, поехали дальше. Короче, ты становишься бессмертным, но насекомые всех видов любят вас за чертиков и не оставят вас в спокое. Насекомые всех видов... Ну, то есть, я буду бесконечно жить, меня бесконечно, просто бесконечно будут насекомые беспокоить. Нет, я не согласен ни в коем случае. Нет. Это все равно, это будет хуже, чем обычная своя настоящая жизнь. Вы можете разговаривать с животными, но вы никогда не сможете есть мясо. Ну, кому-то это, это может явно подойти, кому-то явно это может подойти, но, к сожалению, я без мяса не могу. Конкретно я не могу, к сожалению, без мяса, поэтому я отказываюсь. Но точно есть люди, которым бы это могло подойти. Веганский смех. У вас есть возможность путешествовать во времени. Опять. Но вы не можете путешествовать в обе стороны, вы должны выбрать один путь и придерживаться его навсегда. В принципе, ну, то есть я, получается, могу отправиться в прошлое на только один раз и без возможности вернуться обратно в настоящее. В принципе, может быть, это даже будет для кого-то выгодно и, в принципе, интересно. Но вопрос, каким именно образом я попаду в свое прошлое? Я, то есть я, как бы, ну, вот я отправлюсь, например, год в 2000, в 2009, когда мне было 5 лет. Я, как бы, стану тем собой, но у меня все мои знания и умения останутся таким, каким я был в 5 лет, или будут знания такие, какие у меня есть сейчас? В принципе, если переместятся в мое прошлое и в меня маленького с моим нынешним сознанием, то много возможностей может появиться. Меня много кто будет уважать за умения в летнем возрасте, я потом смогу снова поучиться в школе и при этом поразить всех тем, что я чуть ли не самый умный в классе, наверное. Короче, это было бы интересно, я нажму кнопку, наверное. И, да, в принципе, это можно для, если найти правильный подход, то, в принципе, это очень, даже, хорошая была бы способность. Дальше. Вам никогда, можно было бы много чего изменить в своей жизни. Вам не придется никогда вечно ждать ни загрузочных экранов, ни пробок и так далее. Но вы живете в 2 раза меньше. Опять же, опять-таки, как игра или тот человек, который это написал, может знать, сколько я буду жить. Ой, господи. Не нужно ждать смерти. Ну вот, да, правильно. Никогда нельзя ждать смерти. Никогда ждать смерти нельзя. В общем, так что, так что я нажму кнопку, вообще, вообще игра, какого фига, каким образом вообще они думают, сколько я проживу. Не могут они это знать. Просто не могут. Давайте еще пару вопросиков и к моим дилеммам. Вы покончите с голодом, рабством, диктатурой, перенаселением, воинами, ВИЧ, раком и серьезными болезнями, ожирением, расизмом и религиозной, нетерпимостью. Но самый близкий живут человек в вашей жизни, должен умереть первым. О, господи, я даже не знаю. Притягиваю к себе кого-то, кто мне не нравится. И вообще, должен умереть первым, это в какой именно момент он должен умереть первым? Что-то, ну что-то я не знаю, нет, я, наверное, нажму нет, я просто как-то даже не совсем не знаю, что-то даже сложный какой-то вопрос у меня. Ваш любимый вымиршленный персонаж влюблен в вас, но их прикосновение сильно обожжет вас, то есть он будет... Ну да, тут очень, очень горячий секс, да, и тут уже в буквальном, как бы в прямом смысле, да. Ну извините, как-то я не знаю, нет, я откажусь, наверное, какой-то странный. Так, еще давайте, ну давайте последний вопрос. Вы становитесь миллиардером, но вы должны носить памперсы всю оставшуюся жизнь. Ой, господи, ну это не будет же означать, что я буду срать в памперсы все время. Правда? Ой. Ну как-то я не знаю даже. С другой стороны, я буду миллиардером, и я никому не позволю смотреть, заглядывать мне в штаны и узнавать, что у меня там не трус, а памперсы. Я нажму кнопку, почему бы нет. Ладно, а теперь переходим к моим собственным дилеммам, на которые вы дадите свой ответ в комментариях. Как всегда, их три. И, собственно, первое, это ваш день рождения пройдет именно так, как вы хотите. Но в следующий раз вам придется сделать все возможное, вложить все свои силы, чтобы помочь своему другу или родственнику организовать его день рождения, как он захочет. Пишите свой ответ в комментах. Собственно говоря, вот у меня в этом году, 2 июня, будет юбилей на 20 лет. Я бы очень хотел бы как можно больше родственников своих позвать. Ну и там несколько друзей еще, Леху в том числе. Ну и хотелось бы в каком-нибудь хорошем месте. Самое лучшее место этой деревни, конечно. Не факт, что получится все, как бы я хотел. Вот прошлый день рождения примерно так же проходил в прошлом году. Получилось почти, почти вот прям так, как я хотел. Один из родственников только не приехал. Потом из старшего поколения. И то старшее поколение, там бабушек некоторых с трудом удалось, так сказать, пригласить. Они уже старые сидеть за нашим столом. Ладно, следующая дилемма для вас, дорогие телезрители. В любом случае, вы успешно закончите учебу в школе, колледже или университете. И в дальнейшем будете жить хорошей жизнью. Успешного человека. Обычного, нормального. Но на это вам придется потратить немалые деньги. И возможно, вас будет потом мучить совесть. Из-за того, что ваши академические достижения были куплены. Вот это вопрос. Вот тут могут реально разделиться на два лагеря. Некоторые посчитают, что халява за деньги. Деньги, правда, придется потратить, но зато все будет классно и успешно. А другие могут сказать, что надо нормально учиться, чтобы реально знания потом у вас в жизни были. Пишите свои ответы в комментах. И последний вопрос для тех, кто смотрел «Звездные войны». Я думаю, такие точно у нас найдутся. Все страны Земли объединяются в Планетарную Республику. И везде настанет мир. Но правителем будет император Палпатин из «Звездных войн». Если вы смотрели «Звездные войны», вы знаете, кто такой император Палпатин. Если нет, я кратенько расскажу. Палпатин — это темный повелитель ситхов, который также известен как Дарт Сидиус. Тот самый, кого Дарт Вейдер в конце шестого эпизода «Звездных войн» скинул в шахту на борту второй звезды смерти, спасая своего сына Люка Скайуокера. Тот самый, который в первом, втором, третьем эпизоде был Верховным Канцлером Республики, который скрывал свою истинную личность ситхой. А потом в третьем эпизоде обратил Энкина Скайуокера на темную сторону, сделал его своим учеником, уничтожил Орден джедаев, реорганизовал республику в Галактическую империю. И, собственно говоря, государство под его правительством было таким, так сказать, какую-то нацистскую идеологию имело. Палпатин был довольно-таки жестоким правителем, хотя у империи, в принципе, было и немало плюсов, но при этом и недостатков тоже очень даже хватало. Но стоит учитывать, что Палпатин, поскольку ситх, который всю свою жизнь посвятил пути к абсолютной власти, он хотел править Галактикой вечно, так как он считал необходимым для себя. Так что, вот как-то вот так. Пишите свои ответы в комментариях, а на сегодня мы закончим. С вас легко сподписываться с меня, эпичные видосы. Если у вас тоже есть какие-то дилеммы, которые вы хотите мне задать, пишите их в комментариях под этим выпуском, именно под этим выпуском, не под каким-либо другим видео, чтобы я точно нашел дилеммы и просчитал их. Подписывайтесь также на мой влоговый канал, ссылка на него в описании и вступайте в рубу ВКонтакте. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!